Подзаголовок. «Еврей, который в порядке». Мардыхай Дубин. Фигура почти легендарная, хотя внешне обычный представитель сословия людей, которые в порядке в кавычках. Лидер партии Агудат Исраэль в Латвии, председатель еврейской общины в Риге, депутат латвийского сейма. Коммерсант, человек очень состоятельный, но прославился он совсем не этим, а тем, что был обладателем необычайной деятельной доброты. Старался помочь любому еврею, да и вообще всякому, кто обращался к нему в час беды. В этом было его призвание. Умел помогать, хотел помогать и помогал, совершая порой вещи абсолютно невозможные. Один из его подвигов – ходатайство перед советским правительством о том, чтобы Рэбе Йосефу Ицхаку разрешили покинуть СССР. Оно, как и многие другие его дела, закончилось успешно. В 20 веке, во всяком случае в первой фашистской его половине, доброта служила часто объектом насмешки. Для латвийских антисемитов и еврейских коммунистов Дубин был гнилой буржуазией, вечным просителем и обивателем порогов, который даже к премьеру Ульманису нашел ход, чтобы уговорить его смягчить антиеврейское законодательство. Вот карикатура на Дубина из советской газеты на идише «Камф» «Борьба». Мускулистый рабочий везет на помойку Михву, в которой сидит Дубин, еще несколько еврейских мракобесов и почему-то пьяный Айссарк, член латышских националистических отрядов. Наверное, он нужен, чтобы подтвердить мысль о сговоре реакционных сил, в кавычках. Подпись такая «Сидит Рэб Мотя в Микве, как святая реликвия, везет рабочий этих типов с улыбкой на губах». Тезис о солидарности рабочих не подтвердился. Когда Латвию захватили немцы, то латыши расстреливали и еврейских коммунистов, и их братьев в Ермолках, рядом, в одном рве. Тезис о гнилой буржуазии тоже не подтвердился. Дубин оказался человеком необычайно стойким. Во время Второй мировой войны он оказался на советской стороне. И с какой-то чудом сохранившейся части своего богатства, он еще умудрялся помогать еврейским беженцам. В 1948 году при выходе из московской синагоги его арестовали, и он исчез. В 1956 году санитарка Тульской психиатрической больницы пришла к евреям и сообщила «У нас скончался один из ваших. Странный был человек. Ел только мед и орехи». Как попал он из тюрьмы в психушку, нам неизвестно. Нам известно, что он держал кашрут до конца, остался верен Богу до конца. Прах этого «капиталиста» в кавычках. И цадика был недавно перевезен из Тулы на еврейское кладбище в Малаховке. Там и ждет он, пока Машуях прикажет встать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok